Приветствую вас, Виктория. Давайте разберем ваш вопрос. Значит, ну, в целом я бы отметил, знаете, такую общую ауру как будто бы неуверенности и какой-то тревожности, может быть, даже страха у вас. Вот, потому что я не думаю, что молодой человек просто так скрывал, да, специфичный поступок, но в целом в рамках. То есть, как можно относиться по-разному, да, но, как бы, откровенно там, из вашего рассказа, если судить, откровенно там ничего такого, там уж плохого не было. То есть, то, что вот, значит, ездил с коллективом на пляж, там были девушки, ну, и что, девушки, как бы, есть много где, и вы же не будете от всех девушек, там, условно говоря, пытаться отгородить своего молодого человека. То есть, это будет вопрос вашей уверенности в себе, возможно, ревности. Значит, косвенно это подтверждает тот факт, что молодой человек от вас это скрывал, то, что он, ну, туда, собственно, ездил. Вот, я ездил, ну, с людьми ездил, да, но вот, косвенно это подтверждает этот факт. Косвенно подтверждает этот факт, что вы, как бы, настолько сильно обиделись на лошадь, то есть, по факту, настолько вас это задело, что это травмировало, что вы решили расстаться. Вот, косвенно это подтверждает тот факт, что после расставания вы ждали, что он вас поздравит с днем рождения, хотя, ну, как бы, опять же, к этому можно по-разному относиться, но ничего особенного криминального нет в том, что вы расстались и вас не поздравили с днем рождения, потому что, ну, партнеру, может быть, тяжело переживать расставание, может быть, что-то еще, в общем, для чего опять же криминальный нет на вас это задело, и последнее на вас задело то, что ему понравилась другая девушка. При этом, в пользу вашей неуверенности в себе, говорит и то, что, казалось бы, у вас есть система ценностей, то есть, ну, словно говоря, парень не должен лгать, да, там, не знаю, у него там, ну, не должен нравиться кто-то еще, но при этом вы как будто это игнорируете и как будто бы все равно с этим мужчиной как бы опять умеется выговорить, что вы приняли его и что вы его любите. Мне кажется, что здесь вы немножко лукавите, потому что любовь это ведь безусловное принятие другого человека, а вы не принимаете, что ваш партнер, он, ну, скажем так, не самый строгий по отношению к себе, то есть, вы не можете принять то, что ваш партнер, он не отвечает вашим, условно говоря, моральным, ну, моральным взглядом, вот. Понимаете? И вы вроде бы с ним, но в то же время вы не можете принять его особенности. Поэтому я бы сказал, что не только про любовь здесь речь идет, но и про потребность. То есть, как бы вы не применяли здесь понятия, говоря с одной стороны про любовь, а с другой стороны, говоря про потребность, про то, что ты мне нужен, это все-таки немножечко не про любовь. То есть, люди часто впутывают эти два смежных понятия, но все же, ну, как бы разные, то есть, они все же разные и означают разные вещи. Вот. Следующий момент. Обида – это ожидание. Обида – это реакция человека на то, что другой человек не такой, какой я, как бы, вижу и жду. Это первое. Второе обида – это то, что нам больно. Вот. То есть, ну, не прожит, не осознанно, не проработано. И обида, наконец, это, когда мы перекладываем ответственность за какую-то проблему на другого человека. Вот. на мой взгляд, то, что, в принципе, ну, довольно успешно делаете вы. То есть, вы довольно успешно, как мне кажется, переложили ответственность за молодого человека за то, что вы чувствуете. Ну, мол, тебе понравилась другая, а ты в этом виноват. Ну, молодой человек, опять же, фактически ничего плохого не делал. Вы не были в отношениях, он мог, в принципе, встречаться с кем угодно. Да, вы можете сказать, что вот он попробовал встречаться с меня, у него не получилось, он вернулся ко мне. Да, все верно. Но вы же его приняли. Вы его приняли. А такое ощущение, что ответственность за это выбрать не хотите. То есть, я его вроде как приняла, но в то же время вроде как, ну, в то же время вроде как и не приняла. Знаете, в чем штука? Вот. И, конечно, да, это создает определенный диссонанс. Наверное, в первую очередь это создает определенный диссонанс. Потому что, ну, если вы принимаете человека, то принимаете его. Если вы не принимаете человека, то, ну, не принимаете его. Вот. А так получается, что вы не станете сюда, да? Это и есть неуверенность в себе. И это косвенно показывает вашу вот потребность в, ну, вот, в мужчине, да? Косвенно показывает вашу потребность вот в человеке. Вот. Дальше. Что еще важно? А, значит, вы пишите. Ага. Вот. Контекция обидов. Обиды за лошадь за то, что легко меня отпустил и даже не поправил ВТР. Вот. Легко меня отпустил и не поправил ВТР. То есть, почему я говорю про ВТР? Потому что легко меня отпустил. Если легко отпустил, значит, я не так важна. Меня задевает то, что я не так важна. Я боюсь, что я недостаточно важна. Знаете? Вот. Что такое не так важна? Не так важна, это про значимость других людей. То есть, я важна только поскольку я важна другим людям. А сама по себе я не так, что больше сильно важна. Почему? Потому что я не опираюсь на, ну, не опираюсь на себя. Я, ну, с трудом плохо опираюсь на себя, на свои чувства и так далее. Скорее всего. Вот. И, соответственно, соответственно, эту сложность, эту проблему нужно решать. Эм, решать. Вот. Нужно вам с этим что-то делать. То есть, в первую очередь, ну, замечательно. Замечательно. Этот момент, да, что вот мне хочется, чтобы меня отпускали нелегко. Вот. И, чтобы, чтобы мне, например, почувствовать, да, почувствовать, что, что я важна, мне нужно для этого, условно говоря, манипулировать, да. То есть, я вот манипулирую, чтобы мне показали мою важность. То есть, по сути, это неистерность в отношениях. Неистерность, не прямота и нечестность. Вы обвиняете человека малышей не просто так. Вас задевает ложь, потому что вы сами не до конца очистлены. Вот. И вам больно? Конечно. Вот. Более больнее всего, ведь, в других то, что мы сами себе не замещаем, не принимаем и так далее. Потому что, если я честен, если я открыт, если я искренен, какая мне разница, врет другой человек или нет, да. Я-то ведь искренен. Вот. Понимаете, такая штука. Исренность и открытость, она невозможно без опоры на себя. Вот. Поэтому здесь как-то так. Отсюда и перекос в сторону, вероятно, вот, как контроля у вас. То есть, ну, вы, вероятно, как-то контролируете, по крайней мере, стараетесь контролировать молодого человека. Вот. И не только молодого человека, вы, вероятно, стараетесь контролировать прилично, ну, приличное количество вещей в вашей жизни. Ну, то есть, отдельная доля контроля достаточно высока, как мне кажется, у вас. Вот. Вот. И все это вместе создает определенную, конечно, атмосферу в отношениях. Для того, чего молодой человек тоже обманывает. Если еще другой человек предъявляет требования, которые фактически сложно выполнять, то рано или поздно появится ложь. Вот. Если человек, там, не идет на открытый контакт, отказывается, там, предоставить какие-то вещи, боится это делать в сторону или поздно появляется ложь. Вот. Я не хочу, чтобы вы думали, что я вас как-то обвиняю. Вот. Ни в коем случае обвинять я вас не обвиняю, но моя задача указать вам на те аспекты, которые мне кажется важны. Обратите внимание еще так вам надо. Вы говорите, подскажите, как быть в этой ситуации. То есть, я сама не хочу разбираться. Хочу, чтобы мне извне подсказали, как быть, чтобы что. Понимаете, в чем штука. Вот. Ага. Если вы проследите за своими чувствами, да, видите, обвинять там на поверхности, вот именно на поверхности, обвинять на молодого человека. Вот отдельно, конечно, интересно, да, ну, условно говоря, что вы ему предъявляете. То есть, это особенно интересно. В чем его обвинять. Но, если вы посмотрите несколько глубже, если вы проследите, как я уже сказал, за своими, ну, чувствами, то вы увидите, что больно вам, что вы из-за этого как-то чувствуете плохо. Что вы видите некую проблему, но уходите в обиду, в обвинения, там, в требования доказать вам что-то и т.д. и т.п. Все это тупиковая верь в развитие. И самое главное, что вашего партнера это мотивирует чувствовать себя, скажем так, виноватым. Оно чувствует вины, отношения не построит. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я надеюсь на обратную связь на мой ответ. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго.